Девушки отдыхают Фильм на мировой сцене. Картина «Гинезис 2.0» удостойна награды в Америке. Здравствуйте! В эфире новости в студии Василия Раченко. Дан старт новому круглосуточному информационному проекту. «Якутия-24» представит зрителям самые свежие новости, происходящие в стране и республике. Тему продолжит наш корреспондент. Четыре, три, два, один, пуск! Поток свежей информации круглые сутки. События, чрезвычайные происшествия, новости экономики и спорта. «Якутия-24» перешла на новый формат. Слово «круглосуточный» тут подразумевает то, что каждый час новости, какие-то пиковые слоты будут, будут новости каждые полчаса. Также будут отраслевые репортажи. Это промышленность, транспорт, строительство, ЖКХ, энергетика, ну и так далее. 150 квадратов в студийный павильон. Сразу три съемочных площадки. И изюминка новой студии. Теперь новостейщики работают за стеклом. Как символ честной работы и только правдивой информации. По аналогии, как работают другие крупные, в том числе и федеральные, круглосуточные каналы, чтобы показывать, что мы действительно находимся здесь и сейчас, что корреспонденты «Якутия-24», а на ней в самой гуще событий, чтобы максимально передавать всю полноту новостей, чтобы ничто не терялось у нас, чтобы телезритель мог понять, что вот действительно «Якутия-24» – они самые оперативные, и они действительно на месте событий работают. Что касается новостей на канале НВК Саха, здесь все останется без изменений. Та служба информационных программ, которая, собственно, объединена в единую службу на телеканале, также будет заниматься производством и новостей на якутском языке для телеканала НВК Саха. То есть зрители НВК Саха ни в коем случае не потеряют новости на якутском языке, как были утренний блог, блог в 10 часов, сейчас 13.30, 18.00 и 20.30. Это мы все для зрителей республиканского основного флагманского телеканала насохраняем и оставляем. Два сайта – два официальных языка республики. Теперь весь новостной контент «Якутия-24» на одноименном сайте. А НВК-онлайн.ру продолжает работу, но полностью переходит на якутский язык. Мы делаем упор на социальные сети, то есть жители Якутии генерируют новости сами. Мы рассматриваем каждое поступившее сообщение и оперативно реагируем на это, если есть инфоповод. Также самая интересная подборка выйдет в эфир. Вещание в пяти городах республики – Якутск, Мирный, Нерендри, Алдан и Ленск. Из этих городов планируются регулярные прямые включения. Канал находится на 21-й кнопке у всех кабельных операторов, которые работают на территории Якутии. Оксана Устинова, Нюриана Иванова, Иван Семенов, Василий Слепцов, Якутск. Запуск с космодрома «Восточный» прошел успешно. Об этом заявил в Роскосмосе. Все спутники, два российских и девять иностранных, вышли на целевую орбиту. Ну а сразу после старта специалисты в Алданском и Вилюйском районах приступили к поиску фрагментов головного обтекателя и центрального блока. Отделение частей ракеты прошло в штатном режиме. Районы падения некоторых отделяемых фрагментом пришлись на границе Вилюйского района. Сегодня в Ульюганском наследии на месте полевого лагеря люди наблюдали за падением фрагментов второй ступени. Подробнее в сюжете. Есть сброс головного обтекателя. 250 секунд, полет нормальный. Примерно через 10 минут после старта запуска ракеты-носителя собравшиеся люди на полевом лагере были очевидцами падения отделяемой части второй ступени и услышали громкие хлопки в воздухе. Третий пуск, свидетелями которого мы являемся с космодромом восточный, состоялся. Ракета космического назначения отработала штатно. Отделение второй ступени произошло штатно. И фрагменты упали в выделенный район падения. Радары, установленные для более точного определения районов падения, обнаружили ориентировочно 7 обломков. Наше радиолокационное средство контроля успешно зафиксировало нахождение второй ступени при вхождении в район падения. Обнаружило все ее части при разваливании, при вхождении в плотные слои атмосферы. В настоящий момент данные, обнаруженные по остаткам второй ступени, выданы на КИОФ для проведения окончательного расчета зон падения. Сразу после падения специалисты госкорпорации «Роскосмос» совместно с представителями органов местных властей сделали облет по местам падения. На месте были произведены измерения радиационного фона и брались первые пробы после падения. Должны проводить поисковые работы на поиске фрагментов. Сначала воздушным способом, потом по решению оперативного штаба будем начать работу наземным способом. Пробы снего измерения радиационного фона производились за два дня до запуска. Также за день с местных охотничьих угодий были эвакуированы охотники и рыболовы. Далее продолжатся поиски фрагментов, а также будет производиться экологический мониторинг. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, Вилюйский ЛУЗ. Спортивный арбитражный суд полностью оправдал 28 российских спортсменов. Напомним, ранее россияне были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом. Их аннулированные результаты на Олимпиаде в Сочи восстановлены. В числе оправданных – лыжник из Якутии Никита Крюков. Помимо этих 28 спортсменов, суд вынес решение в отношении еще 11. Они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, но их дисквалификация на Олимпийские игры сокращена. Спортсмены не смогут принять участие только в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Хочется очень верить, надеяться, что ребята пробили на Олимпийские игры и заводили там медали. Одно последнее решение, которое не прописано, что Россия осталась победителем нефициального командового зачета домашних Олимпийских игр в Сочи. Так вот, мы потеряли только две золотые медали в диатлоне. И под вопросом серебро в женской эстафете в диатлоне, потому что слушания трех девчонок пройдут чуть позже. Но, несмотря на эти потери, Россия остается победителем домашней Олимпиады. Очередная дорожная авария произошла на федеральной трассе Вилюй. Столкнулись Toyota Land Cruiser и грузовик Volvo. В результате ДТП сотрясение головного мозга и травму головы получила пассажирка джипа. Напомним, что неделю назад на этой же трассе столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами. Тогда погибли три человека. Снизить число смертей на дорогах поможет новая стратегия безопасности. Ее пункты обсуждают в МВД страны. Их представят через полгода. Планы глобальные. Через 12 лет число погибших при ДТП должно свестись к нулю. По статистике, ежегодно на российских дорогах умирают 20 тысяч человек. По словам экспертов, есть три основных пункта стратегии. Запрет эксплуатации машин старше 10 лет. Ужесточение наказания за езду в пьяном виде. И усиленный контроль над проведением техосмотра. У водителей нелегалов проверяет ГИБДД Якутска, где полицейские выставят посты и какие суммы штрафуют перевозчиков в репортаже Петра Говорова. Ищут таксистов-нелегалов. Десятки рейсов, сотни нарушений. Междугородние микроавтобусы – главные подозреваемые. Посты ГАИ на Зеленом Лугу в районе городского аэропорта и Вилюйского тракта. У первого нет карты для тахографа. Прибор отмечает время поездки, отдых водителей и скорость автомобиля. А приобрести карту где вы можете? Не знаю. Не знает, где купить карту для тахографа и другой нарушить. Два человека пристелут при времени безопасности. Ну и груз перевозимый получается. Какие нарушения? Нарушения у нас также отсутствует карточка тахографа. Таксист-нарушитель для пассажиров. Не причина отменять поездку. От клиентов у нелегалов нет отбоя. Платят и защищают. Нас задержали просто так. Просто так? Да. Почему? Не знаю. Водитель же нарушил. Часто ряды нелегалов пополняют рядовые автомобилисты. Ездят без разрешения тахографа, путевых листов. Водительских прав категории «Д» нет и по мини. Штрафы за незаконный извоз небольшие – до 2000 рублей. Автоинспекторы, честно говоря, всех не поймают. О бдительности просят граждан. Убедиться, спросить, не постесняться у водителя, спросить, есть ли у него разрешающие документы. В салоне водителя, который осуществляет перевозку пассажиров, должна быть расположена информация о нем. Разрешение, если это легковое такси. Армия перевозчиков-нелегалов растет. В прошлом году 217 человек таксовали без документов. На 30 человек больше, чем в 2016-м. Увеличилась и смертность. По последним данным госавтоинспекции, за январь этого года при перевозке пассажиров погибло 5 человек. В связи с этим ГИБДД Якутии начинает масштабные проверки междугородних такси. Петр Говоров, Владимир Павлов, Сергей Сытынь, НВК Саха, Якутск. Документальный фильм якутского режиссера вышел на мировой уровень. Картина «Генезис 2.0» Максиму Арбугаеву удостоился специального приза «Лучшая операторская работа» на престижном кинофестивале «Сандес» в Америке. Фильм рассказывает о добычах мамонтовых бивней. В бивней наш корреспондент связался с якутским режиссером, который сейчас находится в Америке. В номинации «Лучшая операторская работа престижного в Америке» фестиваля независимого кино «Санденс» впервые спецприз получил фильм, снятый в Якутии. Пожалуй, это лучший комплимент для Максима Арбугаева. Ведь именно он оператор ленты. Фильм «Генезис 2.0» снят совместно с режиссером из Швейцарии Кристианом Фраем. Просто тема, которую я нашел в Якутии у себя на родине. Я родился в поселке Фикси, а снимал на островах Новосибирских, объявляющихся, ну, Булунским районом. Ну, энергетика этого места мне помогала во время съемок. Для России, я думаю, многое, значит, участие, ну, в крупных фестивалях. «Еще в 2013 году, когда мы начинали Якутский международный кинофестиваль, тогда у нас еще не было в программе конкурса документального кино, но мы вне конкурса показывали его работы и на первом, и на третьем кинофестивале. И тогда уже, тогда он не был студентом, но тогда уже была видна перспектива и его художественный взгляд, скажем так, его видение, и то, что в будущем я очень надеюсь и верю в то, что он станет большим режиссером документального кино». В Якутии единственным человеком, кто посмотрел фильм «Кинезис 2.0» является Надежда Ноева. Именно она переводила текст с якутского языка на английский. «Просто уникальные просто кадры, и действительно какие-то моменты, просто ты сидишь и думаешь, ну вот, ну, просто тебя увлекает именно кадр». В советское время в нашей республике документалистикой активно занималась государственная телевидение. Сейчас же этот вид кино развивают частные лица. Пристальное внимание к документальным лентам наблюдается последние два года. И вот уже первый успех. «Мы рады, что он получил такую высокую оценку. Это очень крупный кинофестиваль «Санденс». Я думаю, что, наверное, многие режиссеры не только документального кино, но и игрового кино хотели бы иметь в своем арсенале такую награду. Это говорит просто о высоком классе в ГИКа, нежели там якутского кино. Если вот будут такие энтузиасты, допустим, как Максим, как Егор Макаров, да, конечно, может быть, будет как-то развиваться. Но я не думаю, что там два человека могут что-то развить. Потому что это все-таки такие очень маленькие силы, да? Впрочем, фильм «Генезис 2.0» полностью финансирован швейцарской стороной. В скором времени выйдет вторая часть ленты, в которой расскажут о клонировании мамонтов. Евгения Андросова, Василий Сверцов, Якутийск. На этом у нас все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин